Театр начинается с вешалки, а отдел полиции с дежурной части, которую смело можно назвать горячей точкой. Ведь именно сюда мы и попадаем, набирая в самых сложных жизненных ситуациях 0-2. Мы сейчас к вам проедем, ждите. На обработку одного звонка уходит от 30 секунд до полутора минут, в зависимости от объема информации и ситуации, о которой идет речь. Получив тревожное сообщение, дежурный молниеносно должен среагировать на сигнал и послать ближайший наряд к месту преступления. Обычно за день в главную дежурную часть города поступает порядка 400 звонков. Большая их часть – сообщения о правонарушениях и происшествиях. Но есть люди, которые обращаются в полицию за консультацией. Как поступить в тех или иных жизненных ситуациях? Каким образом сотрудники полиции могут им помочь? Или с просьбой предоставить информацию, куда обратиться в тех или иных случаях? Данная информация всегда предоставляется. Очень много справочной информации сотрудники наши передают людям. О происшествиях сотрудники главной дежурной части узнают не только благодаря звонкам потерпевших, но и видеоизображениям, которые поступают на специальные мониторы с камер, расположенных по всей Рязани. Данная система получила название «Безопасный город». Она предназначена для мониторинга оперативной ситуации на территории города Рязани. Сотрудники также отслеживают по данным мониторам возможные какие-то конфликты. Если такие конфликты замечены, непосредственно идет информирование постовых и нарядов, которые находятся в составе единой дислокации для немедленного реагирования. Данная система в том числе помогает работе смежных структур. На площади Ленина произошло ДТП. Автомобиль «Форфокус» черного цвета скрылся с места, поехал в направлении площади Соборная. Принимаем меры к розыску и задержанию данного автомобиля. Через считанные минуты на площади Соборной появляется машина ДПС и виновник аварии задерживается. Вот пример того, как работает система «Безопасный город». Все записи, сделанные с помощью этой системы, сохраняются и впоследствии могут быть использованы в работе оперативных спецслужб. Также благодаря трансляции изображения с камер, работающих на железнодорожных и автовокзалах, происходит поиск лиц, находящихся в розыске. Именно поэтому дежурные части считаются связующим звеном всех подразделений УВД. Ведь именно от их профессионализма и слаженной работы зависит скорость раскрытия преступлений, своевременное задержание правонарушителей, здоровье потерпевших, а иногда и их жизнь.